В торжественной обстановке за круглым столом губернатор Омской области Виктор Назаров вручил 6 премий за эффективную работу с молодежью. Лауреатами стали профессионалы из города и районов, которые ежедневно трудятся с воспитанием будущего и достойного поколения. Мы выбираем трех достойных физических лиц, трех достойных юридических лиц каждый год. Поэтому организации ежегодно абсолютно разные. Мы стараемся посмотреть и дать возможность другим людям получать премии для того, чтобы развиваться дальше. На нашем районе проживает около 7 тысяч молодежи от 14 до 30 лет. Все мероприятия КВНовские, Шумовские, Патриотика, то есть все это мы проводим в принципе как в городе Омске. Стараемся везде участвовать во всех областных фестивалях. Дипломантами бываем первой, второй, третьей степени. Также в нашей базе палаточный лагерь, который вот в этом году стал тоже призером. Я думаю, что по итогам всем, где мы призерами стали, мы получили эту награду. Награды розданы и торжественная церемония перешла в дружественную беседу. Награжденные благодарили главу региона за оказанное внимание. Он же, в свою очередь, просил не сбавлять темпы и в будущем году. Среди перспективных проектов – зона свободного присутствия в Пушкинке, где будет комфортно, уютно, а главное, притягательно для молодежи. С первого сентября планируется запустить это пространство, в котором будет шесть направлений. Это и СМИ, и волонтерство, и творческое направление, и каворкинг-зона и так далее. Для чего? Для того, чтобы охватить, опять же, большее количество разносторонней молодежи, которая у нас есть в городе Омске. Пока проект лишь готовится к запуску в Омске, в районах уже открыты несколько таких площадок, напомнил Александр Фабрициус. На опережение идут районы и в развитии массового спорта. Открытые школьные спортзалы в вечернее время в Нововаршавском районе – огромный шаг в развитии молодежной политики. Такой же вскоре могут сделать и омские школы. Я считаю, что каждая школа в вечернее время должна быть открыта не только для молодежи. И сельские жители, и районы, и в городе должны знать, что в любую школу пришел, можешь поиграть в волейбол, позаниматься тем, кто хочет, что есть из тех снарядов, которые есть в школе. Да, понятно, сегодня есть несогласованность между министерствами спорта и образованием, но я считаю, что мы эту идею все-таки доведем до логического конца, и такие формы притяжения спорта, они должны быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова